Львы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта, мои дорогие, для вас семерка кубков. А вот начало месяца, ноябре, вы как будто летаете в облаках. Вы как будто, знаете, фантазируете что-то, то, что на самом деле нет у вас, в вашей жизни. Здесь высшие силы говорят вам, не нужно, знаете, нужно жить то, что у вас есть. Не нужно фантазировать, потому что это вообще не на самом деле то, что может быть. Следующая карта, мои дорогие, вы для вас, и это карта Верховный Жрец. Здесь может быть человек, который хотят вас манипулировать, который, знаете, хотят вас сделать так, как ему хочется. И здесь может быть касаться тема какой-то магии. Почему? Потому что здесь идет то, что здесь человек хочет, знаете, вас сделать, как ему, как ему хочется. Мы сейчас дальше посмотрим, что это. Ну, здесь как будто подавление воли есть, как будто человек, это у вас вот такое состояние, то, что вот следующая карта, мои дорогие львы, для вас, это Паш Пентакли. А Паш Пентакли что говорит? Не сидеть в бездействии. Почему? Здесь может быть то, что вы, даже может быть то, что вы фантазируете, здесь может быть то, что вы настолько поверили в себя, что у вас все это получится, то, что вы хотите чего-то открыть, чего-то добиться. Но здесь говорится, нужно сделать какие-то действия, какие-то шаги, а не сидеть вот на том месте, в котором вы находитесь. Потому что здесь, если вы будете сидеть, и вы больше будете фантазировать то, что вы можете больше, чем это, то вы ничего не достигнуете. Следующая карта, мы посмотрим, мои дорогие львы, на середине месяца. И это карта рыцарь мечей. А рыцарь мечей, что говорится? Боретесь, боретесь за свое место под солнцем. Вы знаете даже то, что мне эта карта нравится. Почему? Потому что даже то, что вам тяжело, даже то, что вам это не так легко получается, вы боретесь, вы боретесь, чтобы добиться каких-то новых знаний. Вы боретесь добиться какую-то новую работу. Или вы боретесь, чтобы что-то узнать. Потому что все-таки вам не все ясно. Вы больше живете в тех фантазиях, которые у вас в голове. И вы как бы хотите что-то узнать. Следующая карта, мои дорогие львы, на середине месяца, это у нас карта десятка кубков. Конечно, после дождя всегда выходит радуга. Я могу сказать так, что здесь может быть то, что даже вот эти фантазии, то, что вы очень сильно поверили, может быть то, что по поводу каких-то отношений, вы можете думать, что что-то будете вкладываться, то, что вы будете бороться, то, что вы можете подать кому-то какую-то информацию, вы можете вот обрести эту семью. Но не нужно сильно поверить настолько то, что у вас это может получиться. Вот именно по поводу каких-то отношений, или даже может быть то, что вы имеете каких-то отношений на данный момент, и думаете, что если вы больше будете вкладываться, то у вас может быть это как семья. Но это только ваши фантазии, а не то, что вот на самом деле. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, пятерка пентаклей. Вот на середине месяца и говорит, если вы будете настолько уверен, что у вас это все получится, вы можете, вот знаете, вот это пустая, пустые надежды у вас могут быть по поводу этих отношений. Здесь говорится середина, а смотрите аккуратно, почему? Потому что это только ваше, ну, то, что у вас происходит, а не на самом деле. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, и мы посмотрим, что у вас, это восьмерка пентакля. Восьмерка пентакля и говорит, благодаря ваше мастерство, благодаря то, что вы человек, который, знаете, не останавливается, вот вы добьетесь тех результатов. Но конец месяца вы как будто думаете, даже в чем-то, даже если касается этой работы, если здесь отношения, вы как будто думаете, ну, я вкладываюсь, вкладываюсь, вот я хочу, чтобы это лучше было, но я никакого результата, у меня как бы ничего не получается, я не вижу ничего хорошего. Но здесь говорится, самое главное, не остановиться, идти вперед, потому все в свое время, вы получите свои результаты. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, восьмерка мечей. А восьмерка мечей, вы говорите, то, что вы, вот почему, конец говорит, то, что вы горите изнутри. Вы как будто не видите, вот именно то, что вы в чем вкладываете, вы как будто не видите этот результат, и вам настолько плохо, что вы как бы ничего не хотите. Но по этой карте можно говорить, что здесь только нужно чуть-чуть прислушиваться, нужно открыть глаза. Почему? Потому что эта проблема можно решиться. Только нужно вот в начале месяца убрать вот эти именно ваши фантазии. Конечно, мои дорогие львы, посмотрим, что вам высшие силы подсказывает, что вам, какой совет высшие силы дает в конец месяца. Туз Кубков. Туз Кубков и говорится. Знаете, даже если вы хотите получить эти отношения, даже то, что вы боретесь, чтобы эти отношения были как стабильные, то, чтобы были как семья, здесь говорится, больше нужно, знаете, решать эти проблемы. Достичь вот именно вот эта полная чаша, нужно вот работать на это, а не останавливаться. Конечно, мои дорогие львы, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране телефона. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываем на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова